ребята всем салют продолжаем проходить хотел сказать модификацию хренушки там сегодня мы продолжаем проходить формула 1 самый лучший по моему мнению симулятор 99 тире 2000 2002 годов да вот так вот кручу верчу я свой маккал макклавен всех обогнать хочу что у нас дальше дальше у нас франция маньякур маньякур маньяку так пачка мы на 2 именно на 2 до на 2 очка обгоняем шумахера и находимся на первом месте шумахер второй сейчас куха третий по кубку конструкторов мы как макларен команду вместе с клуб с кухар там очень сильно обходим всех соперников вперед это не может не радовать ну что а у нас квалификация во франции давайте попробуем ее пройти что то я блин уже вторую гонку подряд к сожалению стартовал на пятой позиции но в канаде мне в принципе это не помешало особо победить вот потому что трасса была легкая и всех мы обогнали без проблем давайте посмотрим что будет здесь тоже из боксов вы лишь выезжаем налево обратили до внимание во франции вот ну и давайте посмотрим ага трасса влажная что ли да ладно да ладно твою ж налево значит короче дождик типа был да трасса влажноватая ребят вы это можете видеть сейчас посмотрим сейчас посмотрим что нам удастся здесь сделать вообще конечно нет это влажная трасса ляха муха не очень нравится так вот этот поворот надо запомнить я его пройду немножко по-другому я попытаюсь там очень даже неплохо срезать так ну с богом поехали муж вообще без тормозов ехать не без тормозов точно никак так блин хорошее время показать а хоть бы показать хорошее время тихо 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 давай 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 лети блин хреновая траектория плохо я вошел сейчас вот этот поворот очень плохо у меня засчитали штрафные секунды интересно или нет вот я не знаю даже полупозиция пока и ребят я на вы обратите внимание какой отрыв вы обратите просто внимание на это а как так получилось а почему мне реально штрафные очки не засчитали правила флажков они же действуют странно честно странно не могу не могу понять почему честно не могу так значит так сухая трасса сухая трасса отлично так и того один из кругов и еще 3 до 11 и 3 ну что ж ладно погнали так должно все получится шумахер не балуй либо вы чё ребят охренели что ли не это как вообще вырвались вперед ну ка еще раз чё то вот вот эта реакция когда светофоры гаснут это надо настолько быстро настолько моментально куда ты лезешь сушки участия неплохо участия неплохо сориентировался и принципе первое место ну как первое место в гонке первая позиция на данный момент первая позиция у меня ну блин шумахер прессует зараза прессует сволочь кто-то крыло потерял тихо 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 блин вот этот поворот конечно опасный развернуть может за секунду вот его надо внимательно короче за ним следить очень внимательно иначе можно влететь очень жестко так ну что первая позиция у нас пока слава богу но ребята не отстают ребята не отстают и это факт не трасса все-таки чуть-чуть влажноватая по-моему махер отстань не пущу я тебя зараза ты такая так и хочет так и хочет в первом блин опа о нормально нормально я сейчас вошел в час я нормально вошел знаете мне все-таки кажется что когда я проходил квалификацию потом просто тупо пошел дождь и уже лучше время чем мое мне кажется никто просто-напросто не смог поставить вот и все вот кажется все просто из-за этого ну что ребят третий круг кухар на втором месте молодец я его с этим поздравляю но если попытается зараза обогнать меня я с ним потом поговорю по-другому бить буду по секунду бить буду так тихо 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 нормально все это конечно шутки опускать его на первое место естественно я не собиралась по крайней мере буду очень стараться не пустить да опа спокойно четвертый четвертый круг это в 11 еще вот интересно их финишная прямая сразу после поворота расчерчено вот честно говоря не знаю правильно ли это я сейчас не считаю неправильно финишная прямо финишная черта она должна быть как правило на финишной прямой да они сразу после поворота как здесь как-то странно если честно очень странно кухон блин если ты мне влетишь задний бампер я не знаю честно зараза и так вот так и хочет так и хочет мне бампер сорвать сволочь лучше пусть тебе шумахер сорвет чем ты так ехаем ехаем нормально довольно шустро мы обратите внимание ребят проходим круги как-то трасса не особо длинная сказал от того от того их и 14 они 11 до как допустим где там где нас 11 в канаде по в испании в испании по-моему офигеть ирвайн еще рекорд круга сделал вообще красавчик классовчик просто красавчик так надеюсь кухон прям со мной не поедет в боксах сушки а даже если поедет и чё и хрен с ним пусть ей еще и лучше одним конкурентом меньше хотя конечно сейчас меня больше волнует шумахер на на 2 очка я его всего переживаю кухон то уже далеко сзади шумахер всего на 2 очка отстает в любой момент может в любом гран-три мы с ним можем меняться местами очень даже легко и спокойно и последний гран-при реально может быть решающим 6 кругов позади ребят вернее 5 5 естественно 5 текущий круг он же еще не пройден то бишь 6 как вверху справа до на на табло скажем так уверенно ребята идут сзади очень уверенно я бы сказал как в канаде в той же да когда мы ехали здесь они так не отстают здесь они очень очень даже не отстают 3 лет а а и 7 круг кстати я знаете еще что заметил такая интересная особенность на каждом гран-при то есть на каждой гонке разные рекламные щиты тома был один то бридж стоун помешали то шелл масло до d2 какой там это еще дальше спонсоры своей страны сименс он пожалуйста каждый в каждой стране свои спонсоры так многие уже готовы ехать в бокс и не только не поседине стоп круга поеду уж точно не сейчас так поехали наши ребятки поехали в боксе что-то не такое плохое предчувствие что после пит стопа все ребята меня могут обогнать а ведь могут реально могут постараемся конечно этого не допустить что же поделать но все может быть так хочу экран так немножко дергается извиняюсь ребята погода меняется вон оно что бляха-муха сейчас может дождик пойти блин я же этот сбил столбик ребята сейчас реально дочь лупанет вот вот об этом я говорил буквально в прошлой гонке буквально прошлой части прохождения что посреди трасс вот посреди гонки да в любой момент может тупо пойти дождь и что-то мне кажется сейчас он и пойдет так ну чё блин мне через два круга одевать дождевую резину или не надо надевать или не надо не надо или одевать не ну пока только тучки сгусте для вы видите то есть пока только все пошел дождь пошел 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 реально пошел конкретный пошел так ну и что мы будем делать топлива 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 что-то я не пойму а какими стрелками здесь какими стрелками здесь управляется вы поняли да стопы все я нашел так дождевые дождевые шины сейчас сразу надеваем иначе ребят трындец нам так мы на девятом круге идем в боксы соответственно сколько нам нужно топлива топлива нам нужно на 6 кругов нет подождите 10 11 12 13 14 на 5 60 литров запрос боксов делаем ну что ребят с богом надо доехать до боксов максимально аккуратно пошел ливень поэтому сейчас перебываем на дождевую эти я теперь понял почему они сразу полетели в пидстоп я теперь реально понял так дождевую резину отделя на 5 кругов у меня как раз есть все замечательно так мы едем дальше так тихо 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 в ходе не завернула хоть бы не завернула фигеть он жестко пошел причем не то что жестко а резко бокс готов меня ждет сказали курили команда готова пик курили так сюда а глядь твоей мать это ребят говорит о том что очень очень большой минус та команда у которой вот именно вот такая вот, короче, в боксах, где мы вот видели, да, наша команда первая стоит. И я ее тупо проехал, блядь, я ее тупо проехал. Это вот как? Это вот как назвать? А мне тупо сейчас не хватит топлива, мне по-любому... Мне по-любому ехать. А я уже потерял драгоценные секунды, все, я буду где-то, ну, если повезет, пятым. Это если реально повезет, я буду пятым. Я, в принципе, сейчас неплохо иду на мягкой резине, я бы мог и дальше, может быть, идти, но мне нужно залить топливо. И пока я не залью это гребанное топливо, я не приеду первым, я просто не доеду до финиша. Ну вот что за херня? Ну, это полный трындец. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай. Как хорошо, что ребята появились сразу, как только я заехал в боксы. Так, дождевую резину поставили. Поставили, топливо залили. Залили. Посмотрите, ребят, на позицию, какой я. Все видят, да? Девятым. Девятым, мать его. И все из-за этого гребанного питстопа. Ненавижу. Блин, ну почему, почему мы именно первые были? А сколько я времени потерял? А я реально потерял. Я секунд десять потерял. А десять секунд, вы сами понимаете, что это значит здесь. Ой, какой кошмар. Может быть, все хотя бы еще раз заедут в боксы. Вот что значит незапланированный дождь. Я, кстати, хочу, ребят, сказать, что я, если бы даже заезжал на топливо, я бы мог тупо вот так вот закосячить. А ведь, может быть, есть такая только правда в той политике, когда нужно делать, вернее, когда нужно заезжать в боксы на один круг раньше. То есть, когда у тебя еще в запасе на один круг топлива есть. Вот именно, может быть, в таких случаях. Или просто изучать при квалификации. Проезжать круг и заезжать в боксы, смотреть, какая твоя команда. То есть, на какой позиции, чтобы примерно знать. Чтобы примерно знать, как ты будешь в боксы заезжать. И, ну, вообще, разгоняться в боксах нельзя, ребят. Однозначно нельзя. Это факт. А вообще, лучше, конечно, изучать на квалификации, на той же, да. Именно сам заезд в боксы, чтобы вот так вот не лохануться, как я сейчас. Да. Шел первым, да. А вот и дождь прошел, в принципе. Очень даже быстро. Ну, может, еще кто-нибудь поедет в боксы все-таки. Я надеюсь, хотя бы одно очко заработать, хотя бы шестым прийти. Или аварию кто-нибудь учинить, еще лучше. Ну, кухарь Шумахер лидирует. И я думаю, останавливаться они уже не будут. И менять резину они тоже уже не будут. Короче, сейчас Шумахер меня обошел по всем позициям. Он ходит на 8, около 5 секунд вперед. Он ходит на 9. Погода нормализация. Дождик прошел. Что-то у меня такое ощущение, что колеса можно было даже не менять. Береженого Бог бережет. Ой, как хочется услышать сообщение. Майкл Шумахер has lost the real win. Или Дэвид Кухар has lost the front win или main win. Как там? Ну, лучше Шумахер, конечно. Именно Михаэль, не Ральф. Именно он у меня как заноза в заднице. А я у него. Не, ну, блин. Что интересно, я ни одного очка не заработаю. Он заработает 10. То есть он меня на 8 очков будет опережать. Даже если в следующий гран-при я буду приезжать на первом месте всегда, а он второй, третий. Мне нужно гонок 5-6, чтобы его обогнать. Вы понимаете? То есть я 5-6 гонок должен приходить тупо первым. Или он должен хотя бы в одной-вдвух гонках вылететь полностью. А это сложно сделать. Чтоб Шумахера вывести из себя. Это реально сложно сделать. Ни одного очка я здесь не заработаю, ребят. Ни одного. Это уже факт. Шумахер еще и гонку выиграл. Вообще захерительно, блядь. Они, короче, между собой постоянно делят первое-второе место. Как я вообще тут квалификацию так выиграл? Ну, вы видели, да? Охереть можно. Твою мать! Ну что там по очкам у нас? Ну вот, как я и говорил, на 8 очков он меня опережает теперь. Так, Великобритания следующая. Великобритания. 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 Великобритания.